Друзья, всем привет! Паша на связи. Киев, Украина. За окном у нас 6 апреля, суббота. На термометре около 15 градусов тепла. И я сейчас иду на один из самых глобальных, грандиозных, больших, вкусных, аппетитных и многочисленных рынков Киева. Я тут уже один раз был. Мне лично, мне лично, не знаю как вам, но мне лично тут очень понравилось. И сегодня я хочу отметить для себя и показать те локации, которые в прошлый раз я пропустил по тем или иным причинам. Припарковался я в Новусе. Час парковки там бесплатно, поэтому ролик, как вы понимаете, дольше часа не будет точно. Вот, видите, люди уже идут с покупками домой. А сейчас на часах 9 часов утра. Только что стоял на светофоре, и вот мужик меня прям, знаете, зарядил энергией, зарядил таким позитивом. Говорит, а что это вы так поздно идете? Там же уже одни обедки остались. Это он говорит в 9 часов утра. Короче, очень веселый, очень смешной мужичок, говорит, ну, удачной охоты. Удачной охоты на просторах, видите, вошановских пакетах, чуть ли не ручки рвутся. Несут люди с рынка всю эту продукцию. Тут что-то у нас реконструируют, строят. Рынок Наревудского, он проходит каждую субботу. Кто у нас спрашивал в комментариях? Проходит каждую субботу. Это у нас Дарницкий, да, Дарницкий район. Могу ошибаться, потому что сам, так сказать, не местный. Но людей, людей даже в 9 утра колоссальное количество. По прогнозу у нас где-то с 4-5 часов дня уже будет накрапывать дождик. Поэтому для вас, для картинки, для того, чтобы мы с вами не бегали в поисках зонтов, я решил с утреца сюда наведаться. Да, и вообще любой вам скажет, любой человек, любая бабушка с кровчучкой, которая куда-то едет утром в выходной день, скажет вам, что лучше всего суночок на рынок идти враньце. Ось, коли вы им открываете, отоди, туда и треба идти. Рынок открывается, насколько я помню, с 8 и работает то ли до 4, то ли, ну, там уже по ситуации, по ситуации и по погоде, когда, скажем так, до прихода коммунальщиков. Вот мы с вами, друзья, подошли к рынку. Сейчас будем изучать. Напомню, что на этом рынке огромное количество, просто несметное количество точек и локаций по каждому виду, по каждому виду товара. То есть, если у меня в обычной продуктовой ярмарке, там, где я обитаю, ну, я не знаю, но на пальцах, наверное, одной руки можно посчитать количество лотков с мясом и с салом, то тут, я даже не знаю, это, наверное, раз в 10, может быть, даже раз в 20 больше. Я не буду абсолютно у каждого спрашивать цену, абсолютно у каждого, а может быть, буду, посмотрим. Буду останавливаться там, где очереди. Как показывает практика, там, где стоят очереди, там или качественный товар, или низкая цена, или и первое, и второе, и третье. Так, давайте посмотрим вышиванки. Добрый день. Так, можно до вас подивитись? Да, я накрыла бы. Да, но это я заразумел, чтобы не выгорало. А можно до тебя подивитись до вас? Да, я колись до вас заходил, но я, мимоходом, на Троєщині, там, ну, маленький рынок був, але думал купить на подарунок. Так, платье 180, а мужское, вот у нас 750, 750. А, это детское, а то я вижу, как раз мой размер. Дякую. Так, вот у нас 1300 мужская L-ка, да, XL-ка. Ну, сейчас довгая, мабуть, уже жаркувата. Да. А, чтобы без худи. 1300, такая тематичная. 1300, 1300, 1300 средняя цена. Ну, мужская, да, вот я бачу, 1300, це середня, так, цена, да. Да, 1300, 1300, 1400, такий. Спасибо, хороших вам продаж, спасибо. Так, вот такие у нас цены на... А когда я уже... Вышиванки. Хорошая женщина, я уже не первый раз с ней общаюсь. Полуниця. А завитки полуниця? Греция. Полуниця. Полуниця 55, мандарин, апельсинчик 65, лимон 55, черри. Черри вообще... 90 гривен только что был на рынке, 125 гривен на юности. Поэтому продуктовые ярмарки, это, конечно, удобно. Черри за 90 гривен в магазине 300. Представьте, черри в магазине 300 гривен. А тут черри 90. А тут черри стоит столько же, сколько в магазине стоит обычный... Обычный этот помидор. Вот тут, наверное, черри, раз стоит очередь, тоже... Тут, видите, 85 даже черри. Добрый день. Полуниця 70, лацок. Класс. А сколько приблизно тут? 700. 700-800 грамм. Понял. 85 гривен черри. Вот сразу и на 5 гривен дешевле, и сразу очередь выстраивается несусветная. Так, яйца 35-30-40. Вот мы с вами только зашли, а я смотрю, уже людей, людей просто тьма. То есть, видите, люди так... Я почему-то думал, что основной поток народу, это, ну, где-то после 12, где-то вот так вот. А если хотите купить, погнуть, купите, купуйте за 50. Цикало. Объяснив доступность. Я думал, что после 12 основной поток, но, видите, я не знаю, второй раз, второй раз сюда, конечно, я не поеду. Может быть, следующие, выходные, когда-нибудь приеду, посмотрю, после 12 сравню. Но тоже раз на раз не приходится. Рыбка. Стейк-тофстолоб 180, сазан 350, что это такое? Икра-тофстолоба 350, короб 150, еще дышит. Товстолоб 75, короб 160, сон 180 такая. Посмотрите, какие усы длиннющие. Короб 160, ну, нормально такая рыбеха. Ну, вот, рыба решила сбежать с джакузи. В прошлый раз, когда я тут был, видите, даже с кровчучками, очень удобно. Очень, с каждым разом, все чаще и чаще вижу людей вот с такими тележками, потому что не нужно в рюкзаке на себе таскать, не нужно в сумках таскать. Таскать грузил туда и все. В Европе, для примера, да, кто был, тот знает, что там очень много, и не только бабулечек ходят вот с такими кровчучками. Так, стейк-тофстолоб, фиэлээв, 250, сон 350, икра карася 350, икра судака 600. Такие деликатесы, о которых я, честно говоря, даже и не слышал. Икра карася, прикиньте, икра карася. Да. Звучит просто трешево, но я думаю, что если ее продают, значит, на нее есть точно так же спрос. Правильно? Правильно. Так, медок. Мед с семейной пасеки. И даже есть терминал. Гречаны 180, резина трава, удобная. Человек сразу делает так, как удобно людям, а не так, как продавцам. Сразу название, сразу цена. 180 гречаны, кориандр резина трава, 160, логовый 130, луи по 200. Интересный такой, да, как мука. И акация 200. Потому что подходишь, кто на крышках пишет, кто на банках пишет, кто в голове пишет. Ну, такое. По погоде я так присматриваюсь, смотрю, что абсолютно разная аудитория. Да, вот есть, только что мужчина прошел в футболочке, есть те, кто ходят еще в куртке, даже некоторые встречаются в шапке. Утром было прохладно, ну, утром сейчас и есть утро, 9 часов утра. Но с каждой, с каждой минутой температура увеличивается, с каждой минутой остается жарче и жарче. А яйца в Якутии у вас? 70 гривен. 73 гривен. 70 гривен гуляем. А, полуныца? 100 гривен килограмм. 100 гривен килограмм. Дякую. Вот, видите, полуныца 100 гривен килограмм. Это уже что-то. То есть, это даже не 150, которую мы видели, это даже не 140, которую мы видели, это 100 гривен килограмм. Друзья, а как вы считаете, уже можно покупать полуныцу, да, или еще стоит повременить, да, чтобы выждать? Кто знает, сколько мне сейчас химикатов, химии и всякого рода пластика. Я не знаю, мне кажется, еще стремновато, а вы как считаете? Хотя за 100 гривен можно и отведать. О, огромное количество. Добрый день. А в Якутину у вас эти сумочки? 100 гривен. Дякую. 100 гривен это сумка, а мужчина развернулся, чтобы его не узнали соседи. Ну, каждому свое. То есть, ничего не имею против. Кто не хочет светить лицо, он, знаете, сейчас пенсионеры, как бы, не самые богатые люди, поэтому вынуждены где-то что-то зарабатывать, подрабатывать. И не каждый из них хочет, чтобы об этом знал сосед там, или, может быть, сотрудники по работе, или еще кто-то. Полностью понимаю. Мы с вами движемся к мясу. О, смотрите, какие интересные баранки, бублики. А в Якутину у вас? 235 гривен за килограмм. А тут вы вважаете, да, десь пивкило, я бачу. Пивкило мы такие ось вяжем, а так набираете стільки-скільки килограмм. Да, это разумею, да. Не, забирайте. Можу еще дать, он в каждой коробке ест. Вам завязать? Класс. Очень вкусно, кстати, очень мягко. Бывает, знаете, сушка такая, прям зуб сломает. Нет? Извините, жую. Не умею, как утка сразу. Вкусно. Клубники огромное количество появилось. И клубника на любой цвет, вкус и размер. Через каждый один лоток, видите, клубничка у нас. Так, редиска 65. А яйца в Якутину у вас? 35. Наши домашние билинки. 35. Клубника 220. Огерок 85. Картопля 15. Ну, вообще, по-божески, картопля по 15 я еще не видел. Нет, вру, видел один раз, когда я был на лесной, 8 утра. И там, так сказать, с асфальта, да, приезжие вот бабулечки, дедулечки, то есть не перекупы, а свое продавали по 15 гривен. Ну, привез там пакетик и все. Друзья, посмотрите, какое количество народу. Какое количество народу с утра в субботу на Ревудского. Так, груша ноябрьская. А в Якутину груша у вас? 65, да? 55. Огерки 80. С Одессы огерки. 154. Полуныти 90 гривен за лоток. В лотке примерно 700, 600, 700, 800 грамм. Огурцы дешевле. Вот, не переубедите, но огурцы сейчас в магазине. Вот вчера, я говорю, вчера был в магазине. 143 гривны огерки. Тут 80. Это совсем, совсем круто. Добрый день. А в Якутину яйца у вас? 65. 65. Ну, я бачу, а цей сыр у вас? 140. Ой, 160. 160 килограмм. Разбирают просто, знаете, вот перед носом. Смотришь на яйца, и у вас перед носом там, грубо говоря, забирают. Так, авокадо 20 гривен штука в магазине. Для примера, 45 гривен помидоры. Йилка 95 гривен. Помидор обычный 69 гривен. Лимон 39. Апельсин 50. Ну, апельсин, лимон, это такое дело. Его в больших количествах, я думаю, что не покупают. Так, огурцы. Давайте посмотрим. Огурцы 84. И редиска 49. Ну, на самом деле, очень, очень по-божески. Очень доступно. Я, знаете, становлюсь... А вот тут вот, видите, даже те люди, которые хотят, да, тоже могут встать. Так, посмотрим, сметанковый 250. Украинский 250. Масло шоколадное 150. Так, маргаринчик 30. И эдем 370. Вот, раскладывается новый. Пришли люди. Сейчас тоже свое что-то будут продавать. Уточники спросили, переспросили. Можно, нельзя. Все. Соседи дали добро. И они вот встают. Друзья, вот смотрите, с меня уже почти пот капает. Жара сейчас несусветная. И вот еще буквально пару градусов. Мне кажется, на солнце сейчас градусов 25, наверное. В тени 15, говорят, вроде бы, как термометры и прогнозисты погоды. Но мне жарко. Мне уже в реглане жарко. Я бы с удовольствием снял его и шел в одной футболке. Единственное, что в руках придется тащить. Яблоки. 15 гривен яблоки тоже. Яблоки за 15 я еще не видел. Ну, для компота, для узвара куда-то сойдут. Просто обрезать ненужное, и все будет четко. Так, а полумыть, а в Якутино у вас 150? 150 килограмм. Класс, килограмм. А завидки вон? Грэти. Зразумев. Огирки 160. Но это лоточек такой. Такой подороже. Огирки 160. Картопля 20. Морковка 7. Друзья, если вас интересует что-то, да, какой-то вид продукции, какой-то товар, какой-то магазин или какой-то отдел магазина, да. Может быть, я вот как когда-то заходил в Эпицентр, я там сравнивал цены на продуктовый отдел. Но если вас интересуют, например, цены на стройматериалы, вы можете об этом написать, и я обязательно туда завитаю. Вот. Собирают на ЗСУ 80% с чека. Можичок играет, собирает и переводит. Вот люди уже с отрица, видите, кушают. И плов у нас есть, и аппетитные. Видите, аппетитные шашлычки такие здоровенные. Класс. Еще видно, что вот совсем свежие. Тут вот слева у нас уже поджаристая. Вот идет сюда-сюда-сюда. Тут мяско, видите, еще такое красное. То есть видно, что все свеженькое. И пловчик. Пловчик. Вон, видите, кто-то со своим, кто-то с водочкой даже. Уже хлебный дар. Вот. Ну, все по красоте. Класс. Да, запах. Запах, да? Да, говорю, прям это. Пус тоже ничего. Хочется бросить рынок и садиться. Ну его, этот рынок. Пус вроде тоже ничего. Да, верю, у вас столько людей. Верю. Сейчас обойдем и вернемся. Молодцы. Молодцы. Вот нужно иметь, знаете, вот свое УТП. Кто может быть с рекламой, маркетингом на ты? Нужно иметь свое УТП. Уникальное торговое предложение. Вот люди, которые пришли с мяском, жарят, занимают, ну, да, больше места, но они пользуются намного, намного больше популярностью, чем вот эти вот лотки с овощами. Почему? Потому что у них свое УТП. А тут у нас, видите, это у нас очередь в молочку. И очередь начинается, ну, я не знаю, наверное, метров, метров тридцать, метров двадцать. Вот это вот все. Очередь, очередь, очередь в молочку. Сыры в прошлый раз я был. Вот именно в этот киоск. Я вот этого мужичка узнаю. Именно в этот киоск выстраиваются огромные очереди. Почему? Потому что ценник вот сверху, он оставляет людей довольнее. Вот такие вот цены. Сыр домашний 120, сметана 60, масло 340. Плохо видно, но как есть. Поставьте на паузу, посмотрите. Брынза, сыр здоровья, любительские, сулугуни. Ну, короче, все. Все, что нужно есть. И вот очередь подходит на два. Расходится. И люди работают. Видите, и по цвету, и по начинке киоск. Одновременно обслуживает 4 человека, 4 продавца. И все равно, несмотря на это, вот такая вот огромная очередь выстраивается. Молодцы тоже. Респектоз. То есть раз они там стоят, значит, что? Значит, людям это нравится. Значит, люди туда приходят каждую субботу, закупаются. Пришли в субботу, закупились. Тут, видите, точно так же у нас разного рода яйца. Видите, прям продают с машины. Цены 40 гривен. Я вижу там 22 гривны. 28. Сейчас мы так подсмотрим. 28, 22, 40, 35, 32. Ну, я вам скажу, друзья, 22 гривны яйца. Я за последний год в Киеве не видел точно. Вот честно и откровенно говорю, как есть. 22 гривны. На вчерашний день самые дешевые в моей голове яйца, которые, которые я помню, это 28.90. Кажется так, 28 гривен. Ну, а там, где яйца нормальной ценой, да, в кавычках 42, гривны 40, тут вот, видите, и не сильно, и много людей. Минутка музыкальной паузы. Песни немного мешают продавщице, которые они слышат, покупатели, которые тут что-то покупают. Но ничего, музыкальная пауза пока у нас. Давайте поделимся. Закинули донат песнярам. И идем дальше. В прошлый раз тут такого музыкального сопровождения не было. Если они тут будут стоять целый день напротив одного этого же лотка, я, конечно, не завидую. Не завидую продавщице, которая стоит прямо около них. Ну, как, с одной стороны, это норм, да, это такое вот, все идут на звук, все идут на песни. Но, с другой стороны, оно на подсознании, да, такой фоновый звук, конечно же, будет немного мешать. Вот индеки. Чисто все у нас с индеками. Видите, филе индеки 250, ковбаска индейча 200, гуляш, филе индеки 250, бедра 240, гумилка 110, ковбаска индеки 200 гривен. Люди с детьми, с колясками, с собачками, с, я не знаю, только с попугаями, наверное, на плече еще людей нету, поэтому, а так есть все, и бабушки, и дедушки, и с кровчучками, и без. И, ну, видите, посмотрите, удобно, удобно. Ну, больше, конечно, вот я так присмотрелся, больше поколения более старшего. То есть, они, видимо, закаленные прошлым, и они, вот тут вот в прошлый раз, когда я пробовал колбаску, одну из колбасок я продегустировал, потом бежал доставать воду с рюкзачка, потому что она была настолько острой, что я уж закашлялся. Пришлось видео приостановить. Ну, картошку покупают прям такими пакованами. 20 гривен и 5 на добрый день. А, ци, цебуля 15 гривен. Картофель 20. Лучок 10. А в Якутии не пищу? А, 5 гривен штучка. Прям запах такой. Вот ты ж, они простые такие. Да, да, да. Так они дуже похуже. А те, что такие дуже красивые, так они не похуже. Там весеннее настроение можно себе создать и самим. 5 гривен цветочек. Вот тут вот мужичок, который в прошлый раз, сейчас мы на обратном пути будем идти. Тоже очень позитивный, очень такой. Вот мы прямо, прямо, можно сказать, сдружились в прошлый раз. Сейчас будем обратно идти тоже. спрашиваю, что у него на сегодняшний день нового есть. Огерки 95. Чумак 100. Грибы 55. Через 100 гривен. Полуныция 150. Кабак. Кабак 80 гривен. Капусточка у нас 75. Руккола 20. Уже кишмиш даже появился 150 гривен. В Ашане, для примера, виноград не кишмиш. Кишмиш он всегда дороже. В Ашане стоит 200, порядка 260 гривен где-то. Виноград. И то, я не знаю, откуда он и какого он состояния. Давайте посмотрим. Скоро Пасха. Скоро нужно будет Самое маленькое в Якутии. 120 гривен. Дякую. 120. От 120 гривен. Ну, там про покупателей не будем отвлекать бабулечку, бабулечку, женщину от продаж. Ну, 120. Понятно, что это не ручная, ну, как, это, возможно, ручная работа, но это не она. В Украине, кто знает, село есть в Закарпатье Лозова. И вот все вот эти вот плетяные вещи, стулья, столы, короче, все, что появляется, большинство, не все, но большинство из того, что появляется на рынке вот Украины, Киева, это именно с этого села. Или под заказ, или просто пересылкой. Вот, вот, смотрите, видите, колбаска продается. Колбаска в огромном количестве сразу тоже у нас выстраивается очередь. Давайте подойдем, посмотрим, чего нам тут продают. Ушки, язык, язык, язык в Якутино. 300 за килограмм. Триста за килограмм. Аппетитный язычок, он с чесноком, да? Аппетитный язычок запекается в пащи. Класс запах. Сейчас встану в очередь, куплю язык. Интересно, почему? Потому что готовить самому муторно и долго, отшелушивать эту пленку, кто знает, кто ел. Язык мне, в принципе, до вподобы, но готовить его не везде и не всегда он продается, поэтому готовить не всегда хочется, а когда хочется, его нету. Так, картошка. Вот картошка подешевела 15 гривен, цебуля 20 гривен, яблочки 28-25, бурячок 25, помидоры 95 гривен. Ну, бурячок, класс. Солоденький, холодкий, я не обманюю. Для борщу, идеальный, да? Это для меня, это для всего. Как-то вот просто лучок, добрый день, лучок 15 гривен, да? У вас чисто вы по луку. Я понял, дякую. Ну, тоже, видите, много на печенье, хотя я прошел несколько уже лотков с печеньем, но именно тут. Добрый день. Добрый день. А скажите, какие у вас цены тут? Чего у вас? Вот у оценки грудинка, сколько? Грудиночка копчена, 290. Да. Грудиночка запечена с чесночком и перчиком, 290. Мясо, яблочко, качалочки, бутербродное, малышок, шика, 370 гривен. 370. Колбаска, мелана, свининка с салком, 250 гривен. 250 гривен. Вяленое мяско, вырезочка, 500 гривен. Красота. Свинка с курочкой, 280 гривен. И вся свининка чистая, мяско рубленое, 350 гривен. Так, а кровяночка, 180 гривен. Добрый день. Салко, там иде язычок, печеночка. Молодец. Вот, знаете, вот есть люди, которые действительно не боятся камеры, не боятся называть цены. Им пофигу, что там снимают, не снимают. Они понимают, что мы живем в 21 веке. И вот сейчас мало очень таких. Сегодня ее увидели, завтра у нее раскупили весь лоток. Ну, я говорю образно. Ну, это кто-то уже в 9 утра с товаром, с пакетами движется домой. Вот, кстати, с этой стороны, видите, то же самое, что было с противоположной. То есть, два стола просто раздвинули по разные стороны рынка. Сверху, сверху, вначале, по эту сторону. Я иду с противоположной стороны, людей, посмотрите, тьма. Это мне напоминает какой-то праздничный день, которых сейчас в Украине по понятным причинам все мало и мало. Кстати, по новостям, вы же понимаете, что у нас не дня, так сказать, без воздушной тревоги и без обстрела. Сегодня ночью, сегодня 6 число, с 5 на 6 число Россия в очередной раз обстреляла Харьков и Одессу. Бедный Харьков, держитесь, кто у нас Харькова смотрит. Очень много кустов для посадки. Сейчас постепенно люди едут на дачи и очень много, видите, и айва стоит. Вот, кстати, не вижу, сколько стоит. Есть гранат, есть инжир, есть хурма, есть шелковица, голубика, не голубика, магнолия даже. Вот интересно, напишите, какая ваша любимая ягода летняя? Очень много людей, которые против рынков, которые против вот таких вот летних форматов. Почему? Потому что, вот, кстати, молочко очень пользуется популярностью, если я не ошибаюсь, 30 гривен литр. Запаковали. 30 гривен, да, литр? Да. 30 гривен, видите, не ошибся. Сейчас подъявим вообще, как будет такой вот пистолет, видите, чик, налили молочко. Справжное фермерское молоко. Кто-то с пластиком приходит, кто-то со своей тарой. Налили все. 30 гривен молоко, отличная цена в сравнении с химией, которая продается в магазине за 46. 30 и 46. Чувствуете разницу, да? Какое бы оно фермерское не было, но что-то мне подсказывает, не знаю, перебедите, если вы что-то знаете о таких бидонах. Но я думаю, что тут оно чище, чем в магазинах, которые проходят. А можно, знаете, друзья, как? Просто спрашивать срок, в течение которого его нужно выпить. Потому что, если в магазине, к примеру, вы берете пакетированное, и на нем стоят даты, да, там, в неделю, ну, вы понимаете, сколько туда всяких добавок, добавлено, извините за автологию, которое держит это молоко, даже в открытом состоянии, оно реально не скисает по несколько недель. Добрый день, а в какую цину? Маленькая сама? 200. 200. Вот такая, то 200. Ну, на возраст, ну, я зрозумел, я дивлюсь, такая красивенькая. 53 лишилась, ну, 250. Это у вас... Дитинка, она выбирает, если бы с батьки купили такого, она подъезжала, раз, и сюда. А вы понимаете, грудненькую дитина взяла. Они уже не выдержали с рук. Красивые такие. А звідки, это из Лозовой, мабуть, или из Закарпаття? А, тут. Я понимаю. Красивые, красивые. Видите, какая работа. Видите, если поставишь 5 бутылок, оно не вырвется. А если вот тут привязано, если будете купить вот такие корзины, дитине это не важно. Чтобы не вырвало, я вижу, да, 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 да. Потому что она вечная корзинка, легкая. А это дитинка, сколько она там яблочко поставит? Это на этот счет. Это у вас будут это для Пасхи разкуповывать? уже, мабуть, купуют. Доброе. Ну, я донесла трошки, потому что из машины в руку. А вы каждую суботу так торгуете? Ну, сегодня погода добрая. Погода добрая. Погода добрая. Ну, маленьких вот такие будут. Маленькие, нет. Маленькие, это все маленькие. У меня было 8 штук, то люди, я... дякую. А это воно с иншого, да? Это покрасили просто? Да, покрасили. Лапом скрыто, да. Ну, воно не дешево с ним с удовольствием. Ну, воно и красивейше. Да. Дякую все. В тысячи времени можно уступить, конечно. Все. Обожаю, чтобы все распродалось сегодня. Дякую вам. Дякую. Позитивные тоже люди такие, которые и пообщаться, и позагорать. Слышу, сзади меня продавцы между собой планируют свой сегодняшний день до обеда солнце, после обеда мрак. Друзья, что я у вас еще хотел спросить сегодня? Это вопрос важный. Что вам лучше? Чтобы я обходил больше локаций, больше точек, показывал больше цен. Пусть они даже будут одинаковые, эти локации. Или их будет в 10, допустим, раз меньше, или в 5 раз меньше, но не спеша, посмотрели, пообщались, поговорили. Или все-таки первое. Даешь количество. Или все-таки качество. Напишите в комментах, хочу интересно узнать. Так, возвращаемся, переходим к гранатам. Видите, вот такой вот фреш и гранат. А сколько коштует тебе? Пол-литра, да? Да. Сколько? 200. 200. А вы пробовали, да? Сладкое? Нормально. Ну, как чё, как чё б не подобалось, мабуть не приходило. Гранат бывает такой, и вот такой розовый. И вот мне сидели, я смотрю так. Что тут? А ну-ка. Смотри, красный, просто бордовый, класс. И я отрожу. Гранат. Красота. Друзья, каждому, кто смотрит мои видео, я выражаю огромную благодарочку, потому что, потому что вы тратите своё время. Время – это тот ресурс, который не восполняется. Каждому из вас я ставлю респект, но и в своё время я прошу оценивать, да, оценивать меня, мои видео, мой канал, поддерживать пальцем вверх, комментом, каким-то фидбэком, ну, и, конечно же, подписка. Для вас это абсолютно ничего не стоит, а для меня это, конечно же, поддержка в развитии. Так, давайте посмотрим цены, что у нас тут по ценам. А сало в Якутина у вас? 180. 180. А кровянка? 170. Ну, дякую. Вот тут вот целый лоток с салом, почти весь. 217, 215. Красивое сало. Хрюша. Хрюша лежит. А сало в Якутина у вас? 180. 280. 230 и 250. 180. 180. 50 и 150, а по 250 по 100. Понял. Там шкуры вот такие, зачистки остались, там же он с той стороны с другой стороны. А грудинка? Ой, грудинка, грудинка, грудинка. Рулька. 100 гривен за килограмм 100 гривен за килограмм. Так, дякую. Молодцы, осталось. Смотрите, осталось 9 утра, да, или сколько сейчас уже, на часах около 10. Уже осталось, уже все, уже все распродали. Молодцы. Класс. Но это не может не радовать, это говорит о чем? О том, что люди идут, люди продают, люди покупают. Правильно? Правильно. Курица. И даже эклеры, заварные, блинчики. Домашние млинцы, голубцы есть. Голубцы. А яйца в какой ціну у вас? 50 яйців. Вот эти млинцы из теста, из каракатицы, наверное, темные, такие, блинчики. Вот, Сергей Николаевич, с этим голубым. Ага, так, слушай его. Трошки сала, так, трошки сала вам, звичайно. Сало. Зараз послухаем, в какую ціну. вы пробовать будете? Ну, давайте, попробуем. Давай. Чтобы не было никаких претензий. А в какую ціну, те, что вы отрезали? 130. 130. Так, вам кружечок давать, чи відрізати? А, 8. Вот так. да, вот так, давай, все. А це, що до нас. А це почем? 130 гривень. 60 гривень. За що? Ну, кусочок на 60 гривень. я поможю, серцепечинка, тільки круженик, так. Кровяночка, то вона вся диняка, кровяночка, і кількою. Єсь кровяночка з кашою, з гречкою, єсь серцепечинка. Ага. Яка вас, ви хочете скуштувати і ту, і ту? Не, не хочу, я 100 грамм не пью. Що закусувати? Я і так уже салом закусую. Ми будемо брати, яку ви хочете? Ну, з кашою. І з кашою. Вам у топстій оболочці, чи в тоненькій? У тоненькій. Так, так, так. Скільки вам штучок таких? Ото дві, 100%. Так, зараз подивимося, наскільки воно потягне. Оце буде на 78 гривень. Так, 78 гривень. І того 130 гривень. Кровяночка. Все, да? 500 грамм. Я посмотрел на веси, 500 грамм, 78 гривень. простая арифметика, получается, да? 140 гривень у нас килограмм. Кровяночки. Сало, несметное количество. Ну, друзья, знаете, вот сейчас уже, вот я в прошлый раз еще говорил об этом, сейчас уже тот погодный диапазон, вот тот предел, когда еще чуть-чуть и уже нужны будут холодильники. Нужны будут холодильники, генераторы, потому что, ну, к примеру, если овощи, это еще норм, да, кишмиш 50-150 гривень, то, ну, какое-то мясное, я понимаю, что их быстро распродают, наверное, до 12, уже большая часть уже будет распродана, но, вы понимаете, сколько, да? Добрый день. Добрый день, пан. Так, а ну, расскажи, что у нас сегодня тут, по мясу. цена не изменилась, это очень дешево, это качественно, пожалуйста. Дивите, это телята на Яловиче, привезем мясо из Вінницы, Ленинский район, село Сорока. Мы в собственном виробнице сами вручаем, сами продаем. Есть гуляш у нас, прошу, 150 гривень кило, грудинка продаем, 180 гривень кило, задняя 300 гривень, лопатка 250 гривень, прошу, есть такая грудинка, 150 гривень, телячая, 200 гривень, язык 400 гривень кило. Дякую. Да, дякую, гарного дня приходите, завітаю вас, выходите на ярмарки, купуйте, який с ним хочу. Вот молодец, молодец, такой позитивный, заряженный, всегда ясный, солнечный продавец. Вот немного таких, немного таких с позитивом, и причем позитив он держит вот на протяжении всего дня. Молодец. Ставьте, поставьте этому продавцу лайк. Давайте посмотрим тут салка. Добрый день, салави кутин? 180. Расскажите, что у вас тут есть. А рулька? 70. Дякую. Рулька 70. Рулька нормальная цена. Нормальная. У каждого, видите, есть куточек споживача, есть разрешение, актуальные цены указаны. Видите, и сразу молодцы люди медичную книжку разместили. Это она, отвечая на вопрос, да, а проверяют ли, не проверяют. Вот у каждого, вот посмотрите, у каждого есть и медичная книжка, и телефон для связи, потому что, ну, сразу человек может, да, посмотреть и прицениться. Кто-то уже в футболках, кто-то не выдерживает. Видите, даже детский в кавычках труд используют для того, чтобы перемещать повозки. Давайте спросим ребра в Якутино. Ребра в Якутино у вас? 180. Рулька 75 гривен. вот этот кусочек 2140. Видите ли? Сало 200. Ребра, сало, рулька. Кто покупает, он или приходит в конкретную точку, да, уже, которая держится из месяца в месяц, из выходных в выходные. Ну, а кто-то, кто первый раз просто ходит, пробует, приценивается. Люди хотели чай поставить на чаевые. Продавщица, нет, 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 говорит, заберите, заберите. Нам лишнего не нужно. Цены у нас следующие, да, цены на шашлык 90 гривен за 100 грамм, сосисочки 70 гривен за 100 грамм, вот такие вот сосиски, 70 гривен, а, нет, не за 100 грамм, за штуку. 70 гривен, картопля по-селянски 40 гривен за 100 грамм. Овощи гриль, овощи гриль, да, вот у нас тут овощи гриль, 50 гривен за 100 грамм. Лаваш, вот такой вот лавашик, 50 гривен, плов 70 гривен за 400 грамм, но это порция. Крыло или бедро 90 гривен за 100 грамм. Вот у нас крыло 90 гривен. Друзья, к вам еще один вопрос, я один уже задавал, еще один вопрос. Напишите в комментариях, это важно для меня, интересно и важно услышать, когда вы смотрите мое видео, вот в данную секунду, вот вы смотрите это видео, напишите просто полсекунды вашего времени, сколько у вас на часах, 9 часов утра, 9 часов вечера, 11 часов днем, напишите, потому что это важно. Орешки, посмотрим орешки, из орешков у нас есть бразильские 45, нут 140, так, миндаль сырой 40, кешью 40, это за 100 грамм, ну, рис нас не интересует, ну, 140 за килограмм, так, арахис сырой 12, 12, арахис жареный 14, чищеный даже есть, 15 гривен за 100 грамм, ой, а тут запахи, запахи приправ, кориандр, и кориандр не мыло, не мыло, просто, класс, имбирь, тимьян, куркума, корица, кардамон, короче, просто несметное количество любых приправ, я помню, даже, когда раньше мы в Грузию летали, то было, было даже на подарки, на презенты, вот такие вот коробочки, и там несколько смесей этих специй было, очень классно выглядит, очень классно упаковано, и очень это все дело красиво, даже в качестве подарка. Так, Бера, ноябрьская, 80 гринбера, 65, сушеные яблочки, яблоки, 35, 35, 35, 35, 35, 35, короче, все яблоки по 35, но несмотря на это, то есть, это не самая низкая цена, 35 грин, но несмотря на это, очередь, стоит очередь, видите, чтобы зелень не обветривалась, чтобы она жила дольше, на такой жаре, их смачивают водой, сбрызгивают водой из пульверизатора, там, или просто, поэтому во всех, в большинстве таких вот точек, вот эта вся зелень, она может выглядеть немного мокрой, 75 гривен редиско, 20 гривен, такие яблочки, golden 25, гала 22, 28, черный принц, смотрите, какие здоровенские яблоки, и вот такие вот 25 жира мин, яблок, на любой вид, на любой вкус, прям хочется, знаете, взять, и не отходят столика съесть, груши, 100 гривен, это груша вяленая, чернослив 160, свежая, свежак 100 гривен, бурячок 30, орех колотый, 180, 250, крупный орех, кстати, кто-то в прошлый раз, под прошлым, под одним из прошлых видео, говорил, что сколько бы не стоил орех, нужно правильно его уметь выбирать, и главное пробовать, потому что он может просто плохо чиститься. Сейчас оптимальное положение. Добрый день. Добрый день. Видите, солнце в солнечных батареях. Солнечные батареи. Он не обязательно, что с первого раза должен испортиться, но лучше для них. Там просто батарейка, она тоненькая, она тоненькая, сейчас. Это я себе сделал для удобства, чтобы не мешало рисовать. Вот идет такая подкаточка в комплекте. А в Якутиноце? Двигатель 300 гривен. 300 гривен. А рисование от 100 гривен. Понял. Там бежок тут, и дешевле сделать никак не получается. Вот, пожалуйста, второй. Молодцы, молодцы. Для детей самое то, самый шик, чтобы отвлечь от безумных телефонов, телевизоров. Смотри, какой мед, смотрите. Соты. Сейчас мало кто соты продает, вот прям только что из Улья. Достали и вот так вот выложили. Видите? Красота. Смотрите, какая красота. Класс. Да, дивлюсь, у вас такая красота, прям это, не можу. А в Якутиноце? 40-100 грамм. 40-100 грамм. Все, не выдвлекаю вас, дякую. 40-100 грамм. Клубничка. 130. 130, но сегодня минимум, который мы видели, да, с вами, это 120 гривен. Правильно? Что у нас по крупам? Крупы нут 80, картопляный крахмал 70, крахмал, кускус 90, басмати рис 130. Есть пропаренный 130, но пропаренный тоже 130. Булгур 80, пшено 30, овсяная крупа 40. В одном из прошлых видео, я когда смотрел на горох, мне рекомендовал продавец гороховую муку. Вот так вот называется гороховая мука. И плюс в ней в чем? В том, что если вы готовите, да, гороховый суп или гороховое пюре какое-то, то вам не нужно ждать, пока оно разварится или не нужно замачивать. Вы просто закинули и все. И у вас буквально через там несколько минут уже готов гороховый суп, если у вас готов бульон. Все просто. Пользуйтесь лайфхаками от Паши. Так, давайте посмотрим рыбку. Что у нас по рыбке? Что это такое? Хек. Хек без лузки даже, да, Камбала 190. Креветки 350. Салака. Дорада я вижу 330. Вон там, вон в самом конце. Вон, Дорада. Филе сенги. С 480. Ага, понял. Хек 140. Мой во 110. Скумбрия 150. Дякую. Вот такие вот на рыбку цены. А то мы как-то так прошлись и рыбку еще даже не оценили. Бананы. Банан 70 гривен. Ну, бананы, они, мне кажется, весь год плюс-минус в одинаковую цену. Там 69 гривен где-то падают, где-то дорожают. Но сегодня, я думаю, когда уже появляются доступные цены на фрукты, нормальные фрукты, нормальные овощи, то от бананов можно и отказаться. Так, курага у нас 180. Курага 250. Курага 300. Есть 350 курага вот с такими вот у нас диапазонами цен. Капуста 75. Ривненский огерок 95. Рожевый 160. Это что у нас? Мандарин. Мандарин без косточки 65. Вот, есть бананы, можно сразу себе взять, чтобы сегодня и съесть. 45 гривен за килограммчик. Ну, тоже молоко. Молочко 28 гривен 3,7 жирность. Бутылочка, если нужна, 3 литра 8 гривен стоит, 2 литра стоит 6 гривен. Вот такое вот молочко наливают. Фермерское. Друзья, по статистике у нас смотрят видео не только молодежь, но еще люди в возрасте. У меня вопрос к таким людям. Вы помните времена, когда молоко наливали в бидончике и так и носили домой. Есть такое? Может быть, какие-то еще интересности сможете рассказать, которые я лично не застал. Буду благодарен за любой фидбэк. Так, кроссовки. Посмотрим на кроссовки. Тоже актуальная вещь для меня, потому что вот мои кроссовки уже скоро будут подыхать, да и в принципе в них жарко. Нужно будет покупать потихонечку, потихонечку присматривать какую-то более летнюю обувь. Друзья, прошлись мы с вами по рынку Норивудского. Солнечная погода, сейчас все больше и больше людей сюда подтягиваются. Мне все-таки кажется, что именно где-то с 12 часов основной наплыв, основной пик народу. Сзади, вон там он, сзади меня остается рынок. Мы с вами прошлись и по мясу, и по молоку, и по овощам, и даже по кустам с смородиной или лохиной. Буду рад каждому вашему комменту. Знайте, что абсолютно каждый, да, ваш коммент, какой бы он ни был, я его вижу. Не обязательно, что на каждый из них, абсолютно на каждый я отвечаю, но я его читаю и принимаю к сведению. Если у вас есть какие-то пожелания, поправки, если у вас есть какие-то рекомендации, тоже буду рад услышать. Ничего в этом странного нету. я, кто кажет, мы до всего прослухаемся. Если это видео было для вас актуальным, полезным, я удивлен, почему вы его смотрите, но не подписавшись. Делайте это, мне приятно, а вам две секунды времени. Ну и, конечно, по традиции, палец вверх и какой-то коммент, какой-то коммент, какой-то фидбэк, для того, чтобы у нас с вами был диалог, а не монолог. До новых встреч, новых видосов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok